Если вы оглянетесь на 2014 год и на то, что произошло, когда Путин отобрал Крым, реальность такова. Мы совершенно не смогли осознать угрозу, которую он представлял. Украина сейчас расплачивается за это. Об этом сразу, после российского вторжения в Украину, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Но осознали ли масштабы путинской угрозы мировые элиты сейчас, после того, как Россия развязала кровавую войну в Украине? Лондон сейчас один из наиболее последовательных союзников Украины. Британцы продолжают снабжать украинскую армию вооружением и вводят все новые санкции против российских властей, олигархов и компаний. Причем британский МИД анонсирует новые ограничения в отношении российских банков, а также предприятий нефтегазового комплекса. А глава британского МИДа предупреждает, если Путин добьется успеха в Украине, мы, вероятно, увидим еще больше разрушений в Восточной Европе. Эти опасения подогревают российские официальные лица. Дмитрий Медведев, перебравшийся из Инстаграма в Телеграм, первый пост начал с угроз. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. И уж совсем не сдерживают себя российские пропагандисты. Кто сказал, что надо остановиться вообще в границах Украины? Совершенно верно! Ну и всем беда один ответ! Весь мир в труху! Но не сейчас. Да, совершенно верно. Обязательно бахнет! Россия начала угрожать миру ядерным ударом на четвертый день войны с Украиной. 28 февраля Путин распорядился привести силы ядерного сдерживания в особый режим. Военные аналитики связали это с провалом российского Блицкрига. Взять Украину за три дня не удалось. И в Кремле попробовали прибегнуть к последнему аргументу. Готов ли российский президент действительно начать ядерную войну? Или это рычаг давления Кремля на западный мир? У Путина есть ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде. На них можно установить ядерные боеголовки. В сфере досягаемости находятся такие города в странах НАТО, как Берлин, Франкфурт-на-Майне, Копенгаген, Стокгольм. Хотя это город союзного НАТО-государства. И это форма шантажа, чтобы заставить НАТО остановиться. Больше других угрозы российского вторжения опасаются в странах Балтии и Польши. Не зря именно страны Восточной Европы выступают главными лоббистами евроатлантической интеграции Украины и неустанно призывают союзников оказывать Киеву более серьезную военную помощь. Если вы спросите, боится ли Восточная Европа, что ее атакует Путин, то я вам скажу, что Западная Польша фактически уже ощущает на себе войну. И наш страх, конечно, в первую очередь связан с нашей географией, а наш исторический опыт говорит, что если Украина в огне, то и нам это угрожает. А вот Старая Европа непосредственной угрозы для себя не видит. И несмотря на уже четыре пакета санкций, введенных Евросоюзом против России, ряд, например, французских компаний отказываются уходить с российского рынка. Среди них фармацевтический гигант Санофи, торговые сети Ашан или Руа Мерлен. А на днях газета Фигаро опубликовала данные о том, что Франция в обход европейских санкций уже после аннексии Крыма и начала российского вторжения на Донбасс в 2014 году предоставила России 76 лицензий на экспорт военных материалов. В частности, тепловых камер для бронетехники, навигационные системы и системы визуализации для военных вертолетов. Все это, вполне вероятно, российская армия сейчас использует в войне против Украины. Но сейчас публично риторика другая. Нам нужно инвестировать в передовые технологии и усиливать эти инвестиции, чтобы быть готовым к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент. Не так боятся войны, как холода. Германия – самая зависимая от российского газа страна Евросоюза. Москва поставляет немцам половину газа и угля, а также треть всей нефти. К осени немецкое правительство планирует отказаться от российского угля, а к концу года – от нефти. Но полный отказ от российского газа в ближайшее время невозможен. Быстро наладить альтернативные поставки Берлин не способен. А к тому же, по мнению экспертов, часть немецкого политикума только и ждет, чтобы вернуться к привычной схеме работы с Россией. Ничего личного. Кто-то в немецком ураде и в немецкой политической элите сейчас ждет, когда наконец-то Украина падает, когда наконец-то Путин победит, и можно будет вернуться к формату медиации, что мы сейчас, как немецкий урад, будем пытаться найти какой-то компромисс, какие-то условия между окупационной российской владой и новым, значит, украинским урадом. Я думаю, про это много кто в певных политических колах мряет. Помочь остановить войну в Украине. С таким призывом к депутатам немецкого Бундестага обратился президент Владимир Зеленский. Он раскритиковал немецкие власти за мягкотелость в отношении России и вспомнил «Северный поток-2». Об опасности реализации этого проекта немцев предупреждала вся Восточная Европа и США. Кроме того, украинский президент предупредил, что Россия сейчас пытается построить в Европе аналог Берлинской стены. Зеленский не стал договариваться с немецкими чиновниками кулуарно, а в своей речи напрямую обратился к немецким гражданам, избирателям Бундестага. Тем временем немецкий канцлер Олаф Шольц в своем твиттере призвал не обижать россиян, а не, мол, за Путина не в ответе. Совершенно недопустимо, когда у нас выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина, он один отвечает за это. Украинцы платят за войну своими жизнями, своей инфраструктурой, домами, школами, больницами. Мы платим повышением тарифов и некоторыми другими вещами. Конечно, это несравнимо. И наша задача политиков – объяснить нашим гражданам, почему так важно остановить Россию, даже если цена будет очень высока. Но пока останавливать Россию Запад предпочитает на украинской территории. Страны НАТО готовы поставлять оружие и помогать финансами, но не принимать непосредственного участия, полагая, что это неизбежно приведет к началу Третьей мировой войны. И эти страхи активно используют в Кремле, шаг за шагом проверяя, где эти самые красные линии и самые болевые точки. В Москве уже угрожают украинским сценариям Боснии, если она решится вступить в НАТО. И пока ни в одной стране ЕС и НАТО эти угрозы не прокомментировали. Ну а в Киеве говорят, Украина уже и не претендует на членство в НАТО. Но это уже совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова